Июль 2018 года. Уезжаем на встречу водомоторников с Новосибирска в Хакасию. Также нам предстоит заброска пешего туриста с города Красноярск, который ходит в одиночные походы по ТАЕ. Зовут его Андрей. Более известен в узких кругах как Абвегат. Как обычно, кто-то едет в Брод, а кто-то по Старому в Москву. Их по пути встречается штук пять. Ну вот, ребята, сегодня такое прекрасное солнечное утро. Нахожусь на устье реки Малая Ада. Погода сегодня солнечная, светит солнце, поют птицы. Сейчас скачаем лодки, собираемся все вместе и идем до кордона. Наказываем пропуска, двигаем на Малый Абакан. Прицеп доехал нормально, ничего не сломалось. Было тут две лодки, 400 литров бензина, мотор, ну все вещи. Все целое. Так вот мы перевозим мотор. Правда грязный. Как настроение? Боевое. Отличное. Позавтракать решили. Я Борис, ничего не знаю, что Борис. Что-то Борис? Борис. А, Борис-то. Борис. Ничто не радует, вот радует. Вкусный запах. Согласен. Реклама нету, яблок. Ну что, парни, готовы ехать? Сначала заезжаем на центральный кордон, где делаем отметки в журнале. Следующий кордон будет на реке Малый Абакан. А вот уже устье Малого Абакана. Подошли к Малому. Сейчас будем заходить. Вода вообще чистая. Как только зашли в Малый Абакан, сразу чувствуется опор горной реки. Постоянный большой уклон, большие пороги, сливы. Перед тишами существует два порога. Так называемая бычья горла, порог тройник, который нам предстоит пройти. Да, на кордоне нас никто не ждал. Ну, тогда мы валим. Это и есть так называемый порог тройник. Его можно проходить слева, по центру и справа. Я же по привычке иду по левой стороне. Проходим бородалочный и чуть выше порог бычья горла. Сложность прохождения этого порога зависит от уровня воды в реке. В этот раз воды, в принципе, немного, поэтому проходим его легко. На более слабых моторах, в большую воду, многие лодки испытывают трудности при прохождении его, даже пустые. Сразу же после того, как заканчивается порог бычья горла, начинаются тиши, протяженностью, наверное, километров 10, по окончанию которых идут проточки с множеством завала, которые необходимо пропиливать. Вот тут увидели дым, то ли пожар, то ли там люди какие-то сидят. Надо смотреть сегодня, или что делать. Вот так вот горит тайга. Андрюха, не молчи, что ты там? Что, ничего тут горит? С одной бутылкой вообще ничего не добьешься. Это как бы смешно, это же забавно, я говорю. Андрюха, а если толпой всей пойти, сможем потушить или нет? Слушай, ну, бедниками какими-нибудь забивать, может быть, и сможем. Я просто не уверен, что это все, что я вижу, все, пожар, может, он еще где-то идет. То есть оно вниз как бы горит здесь, но будет распространяться дальше. Можно было бы попробовать, ну, хотя бы попробовать, конечно, не получится, но вдруг. Ну, верхового нет, только нижний идет. Вот, видишь, здесь редкие деревья, и они начинают гореть от камля, и потом вспыхивают до самого верха, и все. А как бы он такой, он по низу здесь идет, но время от времени загорается все, ну, весь ствол. Вот я ногами топчу просто, б***ь, огонь, жарко, б***ь, сука. Да тут МЧСники приехали, если что, вот наводки ехали, которые. Тут ребята приехали, пришли к пожару. Андрей АБВГАТ уже тушит его, сейчас помогать будут. Вот они, спасители тайги. Вот такое препятствие у нас тут. Дальше идти не получается. Сейчас будем пилить вон тут кедрушку, с метром, наверное, в диаметре. Дождь идет. Все мокрое. Ну, ничего, сейчас пропилим и поедем. Все всего лишь полчаса назад, было очень жарко. Сейчас идет дождь, сыро и холодно. Такая изменчивая погода в горах. Вот что-то парня у нас не подает. Вот там и ребята подтянулись уже. Все практически в сборе. Да, Леха? Да. Я говорю, уже почти все в сборе. Я бы выгад накосячил и запись не произошла. Ёпа-мать, а. Ёпа-мать. Следующее утро едем забрасывать Андрея, который должен уйти вдоль ручья, в верховьях которого находится озеро. Договариваемся выходить на связь по спутниковому телефону в определенное время. В это время будет еще, нет? Он гоняет на этой лодке. Ну, короче, так же, как я гоняю по Тайге, он гоняет по рекам на лодках. И Дима. Ну, просто Дима, короче. И я сейчас выхожу. Ну, в общем, ладно, дальше буду рассказывать. Просто мы прощаемся с чуваками. Вот такие яхлица я видел. Верховья Абакана, Малого Абакана, это очень крутые места. Очень важно сейчас для меня подсечь тропу, где там, а вот здесь. Я ухожу на агентство. Андрюха ушел в тайгу, а мы начинаем рыбалку. Нашли хорошее место. Хочу половить тут старюсов. Алтайские снасти, спирит не Алтай, фишинг. Такая штуковина. Такой аккуратной упаковочке. Сразу куча мух. Пирольская палочка. Реально сделана с запасом. Коричневый. Оно попадает сахариус. Среднего размера, агран 200-300. Набывает для рыб под килограмм. Ооо, красавец. Вот, ребята, какая рыба тут на Малом Абакане. Саяна Хакасия. Рыбаловный день на Малом Абакане. Одно. Все, Олег, клюет и хочет. Вот такой улов у нас сегодня. Кто-то рыбачит, кто-то варит лов, а кто-то тестирует лодки. В данном месте собрались все лучшие водометные лодки, что дает участникам произвести тестовые заезды и сравнить свою лодку с лодкой другого производителя. Вот и Олег тестирует новый Солар 470. Беспощадный. Народ отдыхает. Завтра предстоит каньон. У нас провожает столько народу, может, там не уплывать. Если что, будем по рации кричать. Все, мы дома. Наш лагерь. Последние минуты подготовки. А вот и день Х. День, который мы будем проходить каньон Малого Абакана. Ты возьмешь меня. Примерно 25 человек. Из них два международных экипажа. Из Республики Беларусь и Республика Казахстан. Остальные все с Новосибирской, Республики Хакасия, Красноярского края, Кемеровской области. Алтайского края. Алтай, Парнаула. В общем, вот это настоящие любители водомета. Завязка. Наливай, все, расходимся. Вот оно, сложное место. Первое, гипятки, сборки, всех лодок. Отсюда будем стартовать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok